Здравствуйте, дорогие друзья. Я вообще первый раз в Казахстане, когда вот я это говорю, мало кто верит, потому что весь мир был объезжен, а до Казахстана я только сейчас доехал. И приехал, самые-самые такие лютые морозы с Новосибирска до Павлодара на автобусе. Автобус на трассе задержали, всю ночь я в нем просидел со своими некороткими ногами. И потом в Павлодаре как раз у нас на 12 часов было назначено, как раз мы к 12 где-то и подъехали на этом автобусе, как бы сразу в бой. Ну а оттуда мы приехали вот на поезде в Астану и даже вот не выходил из этого, из квартиры, потому что холодно. Ну надо это, конечно, сегодня погулять. Да, и что самое интересное, вот такое впечатление, вот я смотрю на вас, да, и такое впечатление у меня, что я после долгой-долгой такой разлуки приехал к родным людям, которых давным, ну вообще практически никогда не видел, да, но я чувствую, что это все люди родные. И выступать в такой атмосфере, конечно, очень легко и просто. И сейчас я просто хочу поделиться своими знаниями, которые вот в этом проекте компания LifeMax, они вот как-то точку приложения нашли. Потому что я вот родился в медицинской семье и я четко, вот четко и рано понял, что врачи не умеют оздоравливать, врачи умеют лечить. И я знал очень много наших знакомых, врачей, которые сами болели, я знал очень многих врачей, у которых были очень больные родители, дети, внуки. И меня всегда вот удивляло, почему это врачи, почему они не могут вылечить себя, там не могут вылечить своих родителей, детей и внуков. Но потом это как-то стерлось, я вот поступил в мединститут, и нас там убеждали, что мы, когда закончим институт, будем делать мир здоровым. Но когда мединститут я закончил, я отчетливо снова понял, что медицина на самом деле не делает людей здоровыми, ну вот современная официальная медицина. И ушел в диагностику. Ну это же не зря все, вот я ушел в диагностику, чтобы не лечить. Потому что я четко понимал, что я никого сделал здоровым. Теми силами и задачами, которые современная медицина сейчас обладает, ну невозможно. И пребывал в таком как бы радостном состоянии. Заниматься диагностикой, вот это очень не так сложно, как лечить людей, да, и достаточно доходно. Ну а потом я не смог избежать этого участия, потому что у меня вот в десятом году в Москве я работал в детском центре. У меня родилась младшая дочка и с очень серьезным синдромом. Такой, да, синдром Прадро-Вилли, это на 400 тысяч где-то вот один случай. Ну никто лечить не умеет. И это очень страшно, когда на фоне любого поднятия температуры у ребенка начинаются там судороги. Судороги и частота приступов где-то раз в полтора часа. Приезжает скорая, никто не может помочь. Увозят в больницу, там просто положенное количество дней они лежали с женой, да и снова выписывались. И так мы жили, и потом я чувствовал, что все от нас устали. Ну и нам стали говорить, что, ну, а не поехать ли вам в какой-нибудь маленький город, да, чтобы там, ну, может, Москва, а не климатит. И потом я понимал, что я не могу уже работать, зарабатывать, потому что, ну, постоянно нужно было ездить по больницам за своей семьей. И у меня тогда не было никакого желания лечить весь мир, да. Ну, просто у меня была цель сделать здоровым одного единственного человека. Это свою дочку. Потому что я видел, как это все сложно, как ей больно. У кого из вас хоть раз в жизни сводила судорогой ногу, вот икру? Сводила? Как вы думаете, вот это же больно, да? Даже если вот у одного человека хотя бы один раз в жизни это случилось, да, вот эту боль, человек помнит. Ну, и не хочет ее повторений. А представьте себе маленький ребенок, и вот эта судорога сводит все тело, да, и это все через каждые полтора часа, и ни один человек, ни один врач в мире не может помочь. А ты сам врач, у тебя высшая категория, и ты вот, ну, очень бессильно себя ощущаешь. И тогда я понял, что надо что-то менять, и нужно делать какую-то методику, которая бы помогла, ну, моей дочери. И почему я этим начал заниматься, потому что я вот устал это видеть, да, вот, свою жену такую несчастную, там, сам я был уже несчастный. И потом я начал понимать, почему так происходит. Почему ни один врач не может вылечить от всех болезней себя? Почему ни один врач не может вылечить от всех болезней своих родителей, детей и внуков, да? А если вот врач не может вылечить от всех болезней себя, своих ближайших окружений, как он может вылечить, допустим, вас? это очень такие неудобные вопросы когда задаешь коллегам это очень сильно не нравится почему так я сейчас попытаюсь вам все нарисовать там да и объяснить вот когда я учился мед институте нас учили лечить какой-то орган и нас всех приучили что мы должны лечить какой-то орган вот я вижу многие люди у нас сидят в зале в очках вот когда у вас проблемы со зрением начались вы какому специалисту пошли до офтальмолог окулис глазник да но сути не меняет да вот вы пошли человеку который занимается глазами а почему вы не пошли гинеколога тоже же врач или там курологу там к андрологу травматологу потому что да потому что нас потому что нас всех приучили что глазами занимаются только вот офтальмолог а кто-нибудь из вас видел офтальмологов в очках они вопросы не возникали а почему вы сами в очках да меня хотите вылечить чтобы я без очков ходил ну речь даже не об этом какой-то орган да вот орган глаза мы идем к офтальмологу у нас болит печень мы идем гипотологу на вот там у нас болят почки мы идем к урологу или нефрологу и мы с этим все смирились это все поняли вот смотри есть такая вот пирамидка по большому счету органы потом мы приходим к врачу нам врач говорит а давайте-ка мы вам поставим сначала диагноз потому что мы же не можем вас лечить без диагноза правильно было такое и врачи начинают нас отправлять туда-сюда да и мы ходим и сдаем кучу анализов компьютер томографию делаем там магнитный резонанс узи да и нам в конце концов нам ставят диагноз а диагноза уже давным-давно привязаны какие-то лекарственные средства мы идем в аптеку покупаем эти лекарственные средства и по большому счету контакт наш с врачом заканчивается и врачу уже когда он нам выписал рецепт уже не интересно станем мы здоровыми или не станем здоровым вот я вот допустим сколько раз встречался с этой ситуации я ни разу не видел чтобы врач когда выставил диагноз отправил человека покупать лекарства потом звонил ему домой совершенно незнакомый врач и спрашивал вот я вот врачу сегодня были у меня на приеме вы купили лекарства как вы их принимаете а вы как вам становится хорошо вот ну выздоравливает нет кому-нибудь из вас врач звонил домой из поликлиники с таким вопросом нет да потому что на самом деле цели задачи нету современному врачу современной официальной медицины сделать нас здоровым просто нам поставить диагноз выберите лекарства и по сути продает мы продаем лекарства врачи но мне это надо было ребенка вылечить мне нужен был результат и вот эта ситуация мне абсолютно не нравилось я начал думать собственной головой поверьте моему опыту думать собственной головой могут только пять процентов населения 95 процентов населения думают общественным мнением сформированным таким что есть телевизор и да и все думают ой что подумают люди обо мне да вот мы зависим от этого общественного мнения но мне деваться было некуда мне нужно было делать здоровым своего ребенка я начал думать собственной головой органы состоят из каких-то тканей да наверное это все знают а ткани состоят из клеток если и я начал думать вот как бы сверху если у нас клетки все будут здоровыми на могут здоровые клетки сформировать здоровую ткань могут а если здорово ткать она может сформировать здоровый орган а если у меня будут все здоровые органы я буду здорово да значит я подумал что надо как-то уйти от этой схемы до перейти к клетке и тогда я начал читать и с удивлением понял и начал читать я уже не медицинские все давали учебники но самое интересное я нашел учебники биологии это 9 8 9 класс средней школы мы все практически с вами вышли из советского союза согласны мы учили советском союзе кто из вас закончил советскую среднюю школу так кто из вас изучал биологию изучали да еще самое интересное для того чтобы быть здоровым не обязательно быть врачом достаточно обладать знаниями средней школы и пройти курс биологии сейчас я вам будут все доказывать и мы должны знать какие причины вызывают то что клетка становится либо больной либо здоровой все эти причины мы знаем потому что мы изучали биологию в восьмом девятом классе сейчас я буду с вами общаться да и все четко по будет понимать что вы это все знаете просто вы немножко это забыли первая причина от которой клетка может стать больной это вот клетки нужен кислород нужен это же вы знаете вот первая причина это недостаток кислорода который не поступает в клетку клетки нужно питание это вторая причина недостаток питания это витамины минералы полиненасыщенные жирные кислоты в это все знаете прекрасно третья причина плавно вытекает из первых двух если клетка должна дышать и питаться да то у нее должны вырабатываться продукты жизнедеятельности также как человек который кушает и пьет там лишь он должен писать как у него должны вырабатываться продукты жизнедеятельность шлаки токсины метаболит и третья причина на уровне клетки это недостаточное выведение шлаков токсинов метаболит правильно и вот эти три причины мы все знаем из школьной программы это биология просто мы это забыли есть четвертая причина которые врачи которые учились в советском союзе до советских школ и российские от россии вот ну я думаю у вас тоже в россии которые не знают но эту причину прекрасно знают китайцы индусы потому что для того чтобы сформировать эту свою методику мне пришлось учиться в китае тоже я четко знаю что китайцы эту причину знает кто из вас допуская то что вот кроме физического тела да вот у нас есть душа поднимите руки все да что у нас есть энергия какая-то жизненная аура да это все но советских медицинских институтах над нас этому не учили это точно говорю и в российских тоже не учили потому что у меня старшая дочка закончила в москве мединститут я у нее спрашивал как это вот есть там предмет где вы изучаете энергию дат карму то много нет я говорю а есть такие специалисты которые это все делать нет ага как ты хочешь людей сделать здоровыми на год ну а как сделать здоровым потому что там практически все сейчас больные и многие заболевания считаются неизлечимыми но четвертая причина это недостаток энергии энергия китайцы знает что есть энергия ци есть мужская энергия и женская инь да а индусы знают что есть карма там да вот есть чакры есть же это все вот четвертая причина этого знают это только вот индусы китайцы но если мы объединим все эти четыре причины то нам нужно было просто найти лекарство которое устраняет эти четыре причины и мы могли бы делать любого человека здорово так как у меня была сумасшедшая мотивация найти вот это лекарство я начал его искать я его нашел самое интересное вы тоже знаете это лекарство все вы это знаете лекарство какое-то лекарство как вы думаете да это вода вода форму воды все знают да потому что все проходили химию h2o а это что такое кислород вода является основным поставщиком кислорода в наш организм вода в организме не вырабатывается вода должна поступать только к нам извне но нам нужно понять сколько воды мы должны пить до достаточное количество воды никто не знает сколько достаточное количество пить воды кто слышал про такую организацию как всемирная организация здравоохранения все наверно слышали вот всемирная организация здравоохранения сокращенно ввоз и сейчас всемирная организация здравоохранения утверждает что 95 97 процентов всех заболеваний которые известны в мире, они считаются уже неизлечимыми, имеют либо хроническую форму, либо ультрахроническую. Допустим, все сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкология, еще что-то, практически все считается уже неизлечимыми. Псориаз, все кожные заболевания, все считаются неизлечимыми. 95-98-97% неизлечимые, только 3-5% современной медицины может вылечить. Таксимирная организация здравоохранения сейчас рекомендует всем врачам мира, чтобы все врачи мира рекомендовали, чтобы все пациенты мира пили как минимум 30 миллилитров на килограмм тела воды. Кто слышал про такую цифру? Все слышали, да? 30 миллилитров на килограмм тела. И когда я начал это разбираться, я понял, что-то тут не то. Если бы это была истинная, правильная цифра, то не было бы вот этой цифры. Ну, какое-то несоответствие, правильно? Если бы это была цифра, которая достаточно для того, чтобы люди не болели, не было бы 95-97% заболеваний, которые сейчас есть, и они считаются уже неизлечимыми. Значит, нужно искать какую-то другую цифру. И я начал думать собственной головой и начал как бы додумываться. Давайте вот поймем. Просто представим, что у нас есть, мы знаем эту цифру, достаточное количество воды. Вот достаточное количество воды, допустим, чтобы вот этот зал был у нас чистый, да, вот, наверное, два ведра воды нужно, чтобы вот его помыть. Если каждый день мы будем тратить два ведра воды, то этот зал будет всегда чистым. Согласитесь? Вот, допустим, у нас есть достаточное количество воды, и мы начинаем его пить, у нас достаточное количество воды, достаточное кислорода. Если мы начинаем пить достаточное количество воды, у нас в наш организм поступает достаточное количество кислорода, мы можем устранить первую причину всех заболеваний на уровне клетки недостаточной кислорода. Если мы начинаем пить достаточное количество воды, ну, пока мы не знаем, ну, просто достаточное количество воды, Эта вода начинает у нас всасываться в кровь, все биологические жидкости. А кровь является самым лучшим питанием. Крови становится много, кровь становится жидкой, текучей. Она начинает через капилляры поступать в клетку и приносить клетки питание. Можем устранить вторую причину всех заболеваний недостаток питания. Если будет много крови, и она будет жидкой. Недостаточное выведение шлаков, токсинов, метаболитов, это по большому счету, одним словом, грязь. Вот у нас есть грязные руки, грязное лицо, грязная посуда, грязная одежда. Водой можем мы это? Устранить это? И что самое интересное, только водой, больше ничем. Вы же не можете помыться чем-то другим, кроме воды? Или посуду помыть? Но, опять же, должно быть достаточное количество воды. Чтобы нам помыться, хотя бы нам нужна ванна воды. Или столько воды, сколько через душ. Мы же не можем помыться одним стаканом воды. И когда вода, это принцип гидроэлектростанции, чтобы нам вырабатывалась энергия, делается какая-то плотина, очень много воды скапливается. И потом эта вода под давлением, под напором падает в турбины. Что вырабатывается? Энергия вырабатывается. И мы можем включать этот свет, заряжать смартфоны, смотреть телевизор. Ну все, энергия. И в нашей клетке есть митохондрии. Это наши турбины энергетические. И митохондрии начинают, когда вода поступает, митохондрии, энергия выделяется. Мы начинаем что-то делать. Таким образом, нам нужно сейчас понять, сколько же нам нужно пить воды. И когда я начал думать, то я понял, что нам нужно отталкиваться от питания. А так как кровь у нас самое лучшее питание для нашей клетки, нужно знать, сколько крови в нашем организме. Сколько крови в нашем организме вы тоже все знаете, потому что вы же проходили в школе анатомию человека. Проходили? И знаете, сколько крови в нашем организме? Крови 5-6 литров в нашем организме. А кроме крови что-то есть еще такое жидкое в организме? Лимфа и лимфа. Да, есть у нас лимфа. Лимфа, желча. 4 литра. Желчь есть. 2 литра. Ликвар. Ликвар – это субархноидальная жидкость, да? Порядка 4 литра. Есть у нас слюна. Ну, синевиальная жидкость есть, да? У нас есть много же. Слезы есть? Есть. Тоже они же должны вырабатываться. Но по большому счету нам сейчас нас интересует только кровь. 5 литров крови. И чтобы нам восполнять эту кровь ежедневно, да, я решил, что я буду пить 5 литров воды. Я решил начать это с себя. Ну, чтобы лечить потом это ребенка своего. Кто из вас может пить 5 литров воды? А? Есть такие люди? Нету? Да, вот смотрите, когда я выступал со своим лекциями, я всегда спрашиваю, кто из вас может пить 5 литров воды? Все говорят, нет, только корова может пить, там, лошадь, слон может пить, ну, какое-то большое животное. Человек не может пить 5 литров воды. Я говорю, ну, хорошо. И у меня закрадывались с сомнением, может, это, ну, какая-то большая цифра, да, вот эта. Но опять же, вот вес среднего мужчины, 70 килограмм, с этим тоже все согласны? Если вот этот средний мужчина вдруг умрет, и нам понадобится выяснить, сколько же в нем жидкости, ну, вот, мы на первом курсе делали вот такие препараты, да, и высушивали это, мы иммуфицировали труп. Так вот, вес сухого остатка, мумифицированный труп взрослого человека нормального, да, 20 килограммов. Это высохшие кости, кожа, там, да, вот все такое. Органы. Если мы отнимем от 70 до 20, то получится 50 килограммов, это у нас, ну, вот, пресловутая жидкость. Вот 10 процентов мы должны восполнять от этих 50, ну, от этой жидкости. 10 процентов от 50, сколько будет? 5. И снова 5 литров. Тогда я понял, что нужно как-то разбираться с этим. 5 литров. Кто из вас может пить воду во сне? Никто. Никто. А кто может пить воду, когда вы бодрствуете? Все, да? Вот я сейчас бодрствую, я же могу пить воду. Ну, если у меня есть какая-то мотивация, да, вот не болеть. Сколько времени вы тогда спите, мне интересует? 8, 7. Обычно говорят 5, 6, 7, 8, да, ну, пусть будет 7. Мы не можем пить воду во сне. В сутках 24 часа. Отнимаем из них 7, получается 17 часов мы бодрствуем. Правильно? Если мы разделим 5 литров, это будет 5000 миллилитров на 17 часов, то получится вот такое количество воды мы должны пить. 293 миллилитра. Ну, в течение часа. Это вот стакан, граненый стакан воды, да, может чуть больше. Теперь вопрос. Кто из вас может в течение часа, в течение 60 минут выпить стакан воды? А почему не пьете? Да некогда, да. Некогда, да? Вот смотрите, я работаю врачом 26 лет, 27 уже. Из них 19 лет в диагностике, занимаюсь компьютерной и магнитной резонансной томографией. И ко мне каждый день на прием приходят люди, ну, больные люди. И мы делаем томографию, и из 25, ну, где-то 25-30 человек, ну, за смену. Из этих 25-30 человек, как правило, 5 или 7 человек, у них онкология. Ну, это опухоль, да, знаете, что такое. И когда вот это у человека онкология, он всегда спрашивает у врача, ну, что мне делать, да, как, почему вот мне, да, я же такой хороший, там, я ничего такого плохого не делал, да, почему я заболел онкологией? Почему мне осталось жить молодому, такому-то, там, две недели, да, или месяц? Кто меня наказал? Я говорю, а вы кем работаете? Ну, вот он говорит, да, я вот работаю, там, ну, по найму, да, неважно кем-то там. Я говорю, значит, если вы работаете по найму, ваш каждый день, он похож на другой, вы ходите, ну, на работу, ну, как это, как день сурка, по большому счету. Давайте вот разберем один день из вашей жизни, любой, пусть это будет вчерашний день. Хорошо? Он говорит, хорошо. Я говорю, давайте, вы проснулись, что делаете? Говорит, я просыпаюсь, там, скажу, там, помылся, там, да, и пью, пью, это, чай с молоком, либо кофе, да, ну, что такое. Там, завтракаю и сажусь в машину, еду на работу. Или там, на автобус. Я говорю, пешком не ходите на работу? Нет, вы что, я же крутой, у меня машина, и все. Потом я приезжаю на работу, и мы снова там с коллегами собираемся, снова пьем чай или там кофе. И потом делаем вид, что работаем. Потом обед. Я говорю, обед расскажите мне, пожалуйста. Ну, уйду на обед, там. Салат беру, первую беру, вторую беру, и снова. Либо чай с молоком, чай с лимоном, либо кофе, компот. Потом, ну, полдник, то же самое, да, что-то это там, кофе, чай. Потом вечер, вечер, ну, у кого-то там пиво, у кого-то, ну, просто без пива, да, опять чай с молоком и там компот всякий раз. Вот, водозаменители. Я говорю, а вода где? Говорит, а вода зачем? Я же такой могу позволить себе чай купить, там, кофе могу купить. Я же не бедный человек, зачем мне воду пить? Понимаете, в чем дело? Где вода? Улавливаете, да, вот это? И таким образом мы должны это все четко понимать. Кто из вас верит, что можно лечить все болезни? Есть такие люди? Ну, все болезни. Поднимите руки. Очень мало людей, да, верит в это. Хорошо. Почему можно вот это все вот лечить все болезни? Это опять физиология человека. Вот наша клетка. Клетка рождается, ну, каждую секунду у нас в организме рождаются 25 миллиардов клеток. И каждую секунду у нас умирает 25 миллиардов клеток. Ну, вот представьте, Землю, да, Земля как организм. Вот никто же не будет отрицать, что каждую секунду рождается очень много младенцев. И никто не будет отрицать, что каждую секунду умирают старые или больные люди. Сколько рождается, столько умирает. Так же в нашем организме, сколько клеток рождается, столько же умирает. Согласны с этим? Так вот, если клетка родилась, и ей дать все, что ей необходимо, дать ей кислород, питание, вывести из нее метаболиты, дать ей энергию, эта клетка может стать нормальной, здоровой? И что самое интересное, она может стать только здоровой, ну, когда все дать. Так же, как человек голодный, да, или там, он хочет пить, если его накормить, не поить, он же станет сытым. Он станет сытым, это даже не обсуждается. И так же и клетка, которой все мы дали, она может стать нормальной. Согласны с этим? Но если мы чего-то не додали клетке, хотя бы, ну, один пункт не выполнен, но, как правило, все четыре пункта не выполняют, эта клетка может стать только больной. Аномальной. И здесь все будет уже зависеть от жизненного цикла этой клетки. Вот всего два направления развития этой клетки. Эта клетка может перестать умирать, ну, в свое время, да, которое ей нужно, а начинает жить вечно. Вот, допустим, клетка печени, гепатоцит, она живет 90 дней, на 91-й день она должна умереть. Но она раздумывала умирать и начала жить 100 дней, там, 200, да, и при этом еще активно размножается. Вот клетка, которая начинает уклоняться от своего жизненного цикла и начинает стремиться жить вечно, эта клетка называется онкологической. Вот это онкология. И здесь всего два пути развития этой онкологической клетки. Может быть, либо доброкачественной онкологии, либо злокачественной. Третьего пути нету. Либо добро, либо зло. И второй путь, он геометрально противоположный онкологии. Это когда клетка, вот, она должна жить 90 дней, но она не доживает до этих 90 дней. Она умирает в первые сутки, на десятые, сороковые. Вот так же, как человек, он должен условно жить до 70 лет, но он умер в годик, в три года, даже в 50 лет он умер, да, и все говорят, что-то рано умер, жить бы еще, дожить. Потому что все четко понимают, что есть жизненный цикл. Так вот, клетка, которая не доживает до своего жизненного цикла, раннее старение и смерть, называется процесс дегенерации. Самые легкие отклонения – это жировая дегенерация, и самые грубые отклонения – это рубцовая дегенерация. Если это будет касаться печени, это будет цирроз печени, это будет гепатоз, ну, жировая дистрофия. А здесь будет гепатит А, Б, С, не А, не Б, ну, все гепатиты. Понятно, да, это все? И это касается любого органа, вот такая схема. Так вот, сейчас внимание. Если мы решили стать здоровыми, да, ну, вот решили стать здоровыми, и надо же чем-то пожертвовать, да, мы же должны пожертвовать тем, что мы жертвуем алкоголем, допустим. Мы же должны пожертвовать, там, не курить, да? Ну, еще и вести здоровый образ жизни, дать клеткам все, что необходимо. Мы же можем этот путь направить в эту сторону? Можем? Мы же можем таким образом блокировать вот этот путь. А это вот мешок со всеми болезнями. Если мы его блокируем, мы же можем лечить все болезни? Ну, Продолжение следует...